И недели не продержалось перемирие между Хамасом и Израилем. На границе перестрелки у израильтян есть раненые, у палестинцев убитые. Обе стороны наращивают силы и готовятся к войне. Звучат грозные заявления. Какие? Расскажет Сергей Услендер. Перемирие совершенно очевидно сорвано. Со стороны газа одна за другой попытки прорыва. Во время отражения одной из них снайперским выстрелом тяжело ранен израильский офицер. Ответным огнем танков и артиллерии убиты несколько боевиков. Военные полагают, что офицера ранил тот же снайпер, который убил солдата несколько дней назад. На него объявили охоту. Антиснайперское подразделение переброшено на границу. Боевики снова обстреливают территорию Израиля ракетами и минометными снарядами. Границы с газой подтянуты артиллерийские батареи, танковые и пехотные батальоны. Мы находимся в разгаре битвы. Происходит обмен ударами. И я могу сказать вам, что армия подготовлена к каждому сценарию. Я очень впечатлен тем, что здесь увидел и знаю, что, как и я, все граждане Израиля верят в армию и поддерживают ее. Но настроение в израильском обществе меняется. Если в начале обострения большинство граждан поддерживало действия правительства и армии, то сейчас люди приуныли. Очевидных успехов армия не демонстрирует. Продолжаются обстрелы и поджоги полей и лесов с помощью воздушных шаров. Люди хотят или реальных действий, или прекращения эскалации. Большинство израильсан считают, что операция не достигла своих результатов. По их мнению, нужно было войти с силами наземными. И насколько возможно разгромить то ли правительство Хамаса, то ли террор, то ли самих палестинцев. Понятное дело, что это невыполнимо. И в данном случае глава правительства вел себя, насколько можно судить, довольно взвешенно. Впрочем, учитывая растущие потери среди военных, от взвешенности скоро может не остаться и следа. Ситуация все время балансирует на грани большой войны, которой не хотят обе стороны. Сегодня ночью в секторе газа прогремел сильный взрыв. Погибли два боевика Хамаса. Палестинцы обвинили в их смерти Израиль, но прислужба армии утверждает, что военные не имеют к этому отношения. В том районе не было ни обстрелов, ни бомбардировок, а имело место так называемая производственная авария. Боевики готовили взрывное устройство. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер. Субтитры создавал DimaTorzok